Россия Родные времена, нашествия иноземцев, когда Отечество наше стояло на краю гибели, поднимались на его защиту. Что же давало им силы? Что делало из обычных, простых людей, героев Отечества? Любовь. Безграничная любовь к Матушке России, к родному краю, к людям родным, родным обычаям, преданиям, песням, сказкам, всему тому, что вмещает в себя огромное, необъятное слово «Родина» вдохновляла их на подвиг. На самых крутых поворотах истории являла миру загадочная русская душа, беззаветную силу любви к родной земле, неодолимую, непостижимую способность в минуты опасности к самопожертвованию и сплочению. Эта любовь и эта сила не зависят ни от национальности, ни от вероисповедания, ни от возраста, ни от профессии, а лишь от чувства Родины, от сопричастности своей личной судьбы, общей судьбе народа и Отечества. Перешла ли любовь к родной земле, от предшествующих поколений к нашим современникам? Знакомы ли молодым сердцам чувства Родины? Люблю Россию, да, и горжусь, что я родилась Россией русской. Любит ли нас Россию? Как бы я об этом задумался, тоже очень серьезно. И пришел к выводу, что в принципе Россию молодежь не любит. Любит ли? Да. Пусть тяжело в ней живется, но любит ли? Да, любит ли. Мне особо нет. Чему? Ну, мне не очень нравится жизнь здесь, жизнь сама. Обожаю, я патриот нашей России, страны. Конечно же, я люблю Россию, да, но это не факт, что на самом деле Россия любит меня. Что-то моя страна, все такое. В конце концов она велика, мне кажется, что осталось много достойных людей. А ты патриот России? Нет. Нет. Почему? Сам. Потому что. Потому что это уже далеко не страна для людей. Это не страна для людей. Люблю, конечно. Я патриот. За что? За что? За то, что она есть. Какая есть, такая есть моя родина. Россию люблю, конечно. За то, что она такая есть. И что я там родился, вот. И никуда бы, ни на что бы ее не променял. Если честно, я равнодушен. Что Россия, что Африка. Мне я готов привлечь вообще в любой стране. Это моя родина, это мой дом. Это, наверное, самое дорогое, что у меня есть. Это моя родина. Мне нравится здесь. Ну, все мне нравится. Я люблю Россию. Все. Это великая страна и все. Родина моя, я твоя частица Связана одной ниточкой судьбой. Между нами нет Маленькой границы Ты во мне, а я Навсегда с тобой Между нами нет Маленькой границы Ты во мне, а я Навсегда с тобой По земле твоей Без конца и края Дни мои летят Сует и сует Значит, для тебя Что-нибудь не знаю Только светит мне Твой небесный свет Значит, для тебя Что-нибудь не знаю Только светит мне Твой небесный свет По любви твоей Я не крикну звонко Скорню ее В уголке души Родина моя Милая сторонка Обо мне забыть Только не спеши Родина моя Милая сторонка Обо мне забыть Только не спеши А когда череп Мой достанет Слиться С матушкой землей Вечную судьбой Стану я твоей Родиной частицы И соединюсь Навсегда с тобой Стану я твоей Родиной частицы И соединюсь Навсегда с тобой Родина моя Я твоя частица Связана одной Ниточкой судьбой Между нами нет Маленькой границы Ты во мне А я навсегда с тобой Между нами нет Маленькой границы Ты во мне А я навсегда с тобой Навсегда с тобой В истории России Пожалуй, не было ни одного поколения Которому не пришлось бы воевать Не исключение и наши дни И молодое, и среднее, и старшее поколение Так или иначе затронула война Молодежь участвует в контртеррористических операциях Люди среднего поколения сражались в Афганистане А старшее поколение Наши дорогие ветераны Победили в Великой Отечественной войне Среди живущих ныне Это единственное поколение победителей Какими же они были Эти удивительные, легендарные люди Ведь сегодня почти невозможно себе представить Что 16-17-летние школьники Целыми классами добровольно стремятся на фронт Их не то, что не призывают в армию Напротив, прогоняют из военкоматов А они всеми правдами и неправдами Рвутся защищать Родину А дети и подростки Вместе с мамами и бабушками Становятся к станкам Растят урожай Не доедают Не досыпают И живут одной мыслью Все для фронта Все для победы Услыхали, когда война идет Бросились в военкоматы И просились отправить на фронт Обивали пороги военкоматов Кома комсомола Но нам сказали Вы еще молодые Потому что нам было 16-16,5 лет И нас не брали на фронт Все мы правда и неправда Мы добрались в действующую армию Я был трижды ранен Контужен И встретил уже день победы в Праге Такими видели родные города Их освободители Это кадры кинохроники весны 1944-го А это Лето 2006-го Здесь еще недавно стояло большое Успешное предприятие На котором трудились тысячи людей Сколько таких предприятий Городов Сел Зарастает бурьяном На нашей родине Сколько человеческих судеб Никому не нужных Всеми брошенных И правнуки победителей Разделяют уже совсем Другие ценности Со мной был такой один случай Я проходил мимо нашей гостиницы На встречу у меня ищли трое парней Они набросились на меня Сорвали орденские колодки Орденов и медалей И бросили под ноги Начали кричать Что вы делали для нам хорошего Вы лучше были под Гитлером Мы кушали без 100 сортов колбасы А я говорю Так ребята Мы же сделали Я и шел добровольно Мы же ушли добровольно Но один парень из них сказал Не трогай дедов Поколение победителей Многие из них могли спрятаться от войны Отсидеться в тылу Кто по возрасту Кто по роду работы Могли Но отчего-то не сделали этого Вот еще одна типичная судьба Молодого человека военного поколения Константин Федорович Дубов Старший лейтенант Командир разведрота 308-го Отдельного пулеметного батальона 43-й армии Западного фронта До войны Обычный московский школьник Спортсмен Отслужив 4 года в пограничных войсках В мае 41-го Константин демобилизуется Возвращается домой Устраивается на работу 22-го июня Начинается Война Семья была большая И уже четверо его старших братьев Ушли на фронт А у него, младшего Была бронь Оборонное предприятие На котором он работал Эвакуировалось в тыл Но он отказывается от брони Добивается отправки на фронт Чтобы защищать родную Москву Уходил на фронт Когда мамка меня обняла И пущу Плачет Кричит И пущу Плачет Четверо Ушли Тебя не хочешь Плачет Оставил я одну Лежащую Топороль Тяжело Было уходить Из-за моей матери Пусть Вставай Страна огромная Вставай На смертный бой Пусть Вставай Многородная Святая Многородная Война Война Народная Священная Война После ускоренных курсов подготовки младших офицеров 7 ноября 1941 года с исторического парада на Красной площади ушел лейтенант Дубов прямо в бой. Разведгруппа, которой он командовал, семь раз удачно ходила за линию фронта, возвращалась без потерь, доставляя ценных языков. Трижды Константин был ранен, но быстро подлечившись, вновь возвращался в строй. В марте 43-го при форсировании реки Северный Донец, получив тяжелое осколочное ранение, он не только сумел выплыть сам, но и спас раненого товарища. Затем долгие годы госпиталей, выход в отставку и инвалид Великой Отечественной Константин Федорович Дубов всю жизнь трудится в оборонной промышленности, воспитывает троих детей. Казалось бы, обычная судьба, таких миллионы, из миллионов подобных судеб, сложилась судьба целого поколения, для которого Родина была дороже жизни. Не дай бог война, как вы думаете, как вот наша молодежь, вот ваши ровесники себя поведут? Ну так, искренне. Искренне. Я думаю, половина молодежи будет прятаться. У меня дед два года лишних добавил, чтобы пойти на фронт. Вот, да, было такое. Да, он действительно боролся за Родину, боролся за свое Отечество. Вот, он отвоевал всего лишь полтора года, больше ему не позволило, просто из-за рад. Вот, то есть он был, ну, покалеченный в глуши. Но, да, тогда было стремление, тогда было за что бороться. А сейчас, по сути, не зашли. Защитить свою страну, именно Россию, именно ту территорию, на которой ты живешь, там свой дом, у многих не возникает даже мысли об этом. Майским солнечным днем Прогремел первый гром День победы в стране Отмечался А под утро потом Тихо-тихо в мой дом Вдруг солдат с той войны постучался А под утро потом Тихо-тихо в мой дом Вдруг солдат с той войны постучался Опустил вещмешок Положил автомат Видно, с боем пришлось добираться Помолчал, покурил И промолвил солдат Что ж, пустимый с Родины браться Помолчал, покурил И промолвил солдат И промолвил солдат И промолвил солдат Что ж, разделили с Родины браться Если б знали Как рваться я напротив На войну Ни приказов Ни ждать Ни призыва Как любил я страну За нее, за одну Шел под пуль Под бомбой взрывы Как любил я страну За нее, за одну Шел под пуль Под бомбой взрывы Как любил я землю Больше жизни Самой Я берег И не предать Чизни Что теперь бережешь ты Чем дорогишься Брат мой И мечтаешь о чем В этой жизни Что теперь бережешь ты Чем гордишься Брат мой И мечтаешь о чем В этой жизни В этой жизни Уж собрался И не буду раскатать Как хочу стать Крутым И богатым Только гляну В глаза И о том Промолчал Ничего Не ответил Солдату Только гляну Только гляну В глаза И о том Промолчал Ничего Не ответил Солдату То ли Не бросай Не бросай Меня в рот И хотя бы Наверные И до В этой жизни Солдат И сказал Я вернусь Душу Смертном Бою Мы Я вернусь, чтоб жила моя Родина Русь, чтоб ее берегли, убили. Я вернусь, чтоб жила наша Родина Русь, чтоб ее берегли, убили. Майским солнечным днем отгремел первый гром, День Победы страна отмечала. А под утро потом тихо-тихо в мой дом Моя совесть ко мне постучалась. А под утро потом тихо-тихо в мой дом Моя совесть ко мне постучалась. Моя совесть ко мне постучалась. Большинство ветеранов уже ушли из жизни. С каждым днем тают их ряды. Что же помнят о своих защитниках и освободителях их благодарные потомки? «Скажи, пожалуйста, а кого ты знаешь героя Великой Отечественной войны?» «Многие знают». «На кого знаешь?» «Назови хоть кого-нибудь». «Я знаю немецких». «Кого? Я не знаю историю вообще». «А кто такой Александр Матросов?» «Тот, который нечаянно упал на автомат, я так считаю». «Такого не знаю». «Александр Матросов, не знаете, да?» «А Зоя Космодемьянская?» «Не знаю, конечно». «А кто такая Зоя Космодемьянская?» «Улица». «Нет, конечно, не улица, а…» «Вы вспоминаете?» «Я сейчас не помню». «О, знаю. Это в 41-м году, которая предала себя, так скажем, самоубийству». «Кого ты знаешь героя Великой Отечественной войны?» «Ленина». «Ленина, Ленина припустила». «Чего?» «Сядь, иди, иди». «Ой, вы знаете, наверное, я никого не знаю». «А, ну Жукова, знаю». «А что он сделает?» «Ну, он вроде как герой, раз памятник стоит». «Ну, а что все-таки он, за что ему поставили памятник?» «А то, что он был на лошади». «Ну, не перебивай». «Я даже не знаю». «Что же произошло?» «Почему так много молодых людей не интересуются историей собственного народа?» «Не знают героев Отечества». «Может быть, у них появились новые герои, затмившие прежних». «Что ж, новые времена, новые песни». «Нынешнее старшее поколение росло в стране, где был культ героев, выдающихся полководцев, первопроходцев, тружеников. Идеалом был человек, который жил не столько для себя, сколько для других. Даже умереть за других мог. О таких людях слагали песни и писали книги. Им посвящали живописные полотна и кинофильмы. Их образы вдохновляли на подвиги. Пройдет несколько лет, и герои-победители фашизма сами станут примером для детей, воспитают новое поколение в любви к своему Отечеству, воплотятся в камне, красках, словах и музыке, останутся в сердцах, как идеалы самоотверженности и стойкости. Пройдет еще несколько лет, настанут наши дни, и новые идеологи предложат новому поколению новых героев, совсем других персонажей». Фильм «Бригада» у нас появился на широких экранах, после которого, я считаю, сознание молодежи резко деформировалось. Героем стал человек, который может путем каких-то насильственных или бандитских мер зарабатывать деньги. То есть, героями у нас стали криминальные авторитеты. А вот и результаты культа новых героев. Разгул преступности, переполненные тюрьмы. Это Икшанская воспитательная колония для несовершеннолетних юношей, что в Дмитровском районе Московской области. На вопрос, кто был вашим любимым героем до того, как вы попали сюда, более трети воспитанников ответили – герои фильма «Бригада», то есть бандиты. Остальные назвали подобных преступников. Так разбойники, воры и убийцы, став кумирами молодых сердец, помогли им попасть за решетку и скалечили юные судьбы. Так впервые в истории России в наше время перестали быть постыдными стяжательство и эгоизм, бессовестность и нажива любой ценой. Т clone хрутракат Wareliым Дорогая моя баяема Конечно, в каждом поколении встречаются разные люди, но есть идеалы, которые, подобно путеводным звёздам, светят обществу. Идеалы, на которые равняются, которые подтягивают человека к своей высоте. Герой, сражающийся за любовь, добро, справедливость, способный пробудить спящую совесть и поднять на правое дело, вечен, как вечны сами понятия добра и зла. Мы же как дерево, а когда нас отрубили от корней, все ветки, конечно, стали засыхать. Если человек будет знать, откуда у него корни, то тогда никакой пришелец, извините, и незавоеватель не сможет тебе сказать, да ты никто, и звать тебя никак. Там придёт кто-нибудь и скажет, да кто вы вообще такие, вы ничто, и были, ну, простите за такое выражение, быдло. А ты сможешь ему ответить, что вы извините. Вот так и так. Человек, который не знает свою историю, у него нет будущего. Вот, это раз. Второе. Если мы не будем знать о наших героях, то мы просто не сможем понять и осознать, насколько это была тяжёлая для нас, для нашей страны война, сколько нашим дедам пришлось выдержать и выстоять. Для кого? Для нас, естественно, чтобы мы смогли сейчас жить. Светит солнце, гуляют люди. Мир. Сквозь имена и даты уходит в век двадцатый, Как Китишград, когда-то великая страна. Уходят те, что святы, герои и солдаты, Подвижники России, родные имена. Из русских и советских, известных и безвестных, Из-за предельно честных, не предавших страны, Из тихих и неброских, омытых в чистых росах, Из них твои, Россия, геройские сыны. Ты жил, герой, ты рядом с нами шёл, А мы тебя почти не замечали. Ты жил, герой, твой подвиг был высок, Его ты нам оставил в завещанье. Ты всё отдал России и молодости силы, Жизнь свою святую за Родину сложил. А мы живём не тужим, телецу золотому служим, И головы нам кружит совсем иная жизнь. Пыли большой дороги, поверженные боги, И долг, и честь, и совесть втоптали нынче в грязь. Сквозь семена и таты уходит то, что свято, Колзает в души злато, встаёт из грязи князь. Прощай, герой, последнее прости, Шепну тебе я перед расставанье. Прощай, герой, с тобой мне по пути, Мне по душе твое святое званье. Выходишь ты на небо, как будто бы и не был, Практичным и бездушным стал двадцать первый век. Но хочется мне верить, что дух твой не потерян, И есть в России где-то наш новый человек. Живёт с душею тонкой в провинции мальчонка, Из чистых глаз ребёнка струится благодать. Средь сникерсов и пепси растёт другое детство, Оно к тебе однажды придёт, чтобы сказать. Не уходи, герой, и в памяти живи, Ведь без тебя я ничего не стою. Не уходи, герой, твой дух в моей крови, Твоей судьбы хочу я быть достоин. Кто такой герой? Ну не знаю, человек, который что-то выдающееся сделал Для своей страны, который ради других рискует своей жизнью. Это прежде всего человек совести, честный человек. Который совершил какой-то неординарный поступок, Как бы рискнул чем-то своим во благо людям. Как и во все времена, Отечество наше держится на удивительных людях, Которые служат не за страх, а за совесть. Не по расчёту, а по призванию. Мы мало знаем о них и часто не замечаем, Но без них государство России, возможно, Сегодня уже не существовало бы на карте мира. Каждый год 19 декабря в Москве В посольстве Швеции в России Сотрудники посольства зажигают во дворе свечу В память о подвиге, который совершил здесь Полковник Федеральной службы безопасности, Начальник штаба подразделения антитеррора «Альфа» Анатолий Николаевич Савельев. Вспоминает герой Советского Союза, Генерал-майор, бывший командир подразделения антитеррора «Альфа» Геннадий Николаевич Зайцев. В 1997 году у шведского посольства Один из бандитов захватил в качестве заложника Советника посольства Швеции. И первым на место происшествия прибыл Анатолий Николаевич Савельев. И он принял самостоятельное решение выступить в роли заложника самому, Отпустив при этом шведского дипломата. Бандит пошел на это, и Анатолий Николаевич оказался в роли заложника. Освободив шведского дипломата, место в автомобиле, Где сидит вооруженный бандит, занимает полковник Савельев. Угрожая оружием, бандит накидывает Анатолию Николаевичу на шею веревочную петлю, Заставляет пристегнуться ремнем безопасности. Но и в таких невыносимых условиях полковник Савельев сумел выполнить свой профессиональный долг. Спасая жизнь заложника, он заплатил за нее собственной жизнью. За мужество и героизм, проявленные при пресечении террористического акта И спасении жизни человека, Анатолию Николаевичу Савельеву, Было присвоено звание Героя России посмертно. Он не думал о себе в данном случае, И, безусловно, не ждал каких-то почестей, геройских званий и так далее. А он руководствовал только интересами Родины. То есть он принял все на себя, как матросов. Анатолий Савельев родился в Москве в 1946 году. Имя ему дали в честь родного дяди, танкиста, Геройски погибшего в Великую Отечественную войну. Детство его было трудным. Еще ребенком остался он без родителей, Рос с бабушкой и рано научился брать на себя ответственность. Был в маленькой семье единственным мужчиной, надеждой и опорой. В Альфу он пришел в 28, Имея за плечами авиационный техникум, Армию, физико-математический факультет, Педагогического института, Высшую школу Комитета государственной безопасности. Профессионал высочайшего класса, Кандидат в мастера спорта по боксу. Он отличался не только физической силой, Но и силой воли и духа. И при этом был человеком тонкой, Ранимой, открытой для помощи людям души. Альфа, конца 70-х. Вторым в строю идет Анатолий Савельев. Он начинал службу младшим разведчиком, Прошел Афганистан, И все горячие точки, которые появились на карте родины, Альфа освобождала заложников И тушила пожары межнациональных конфликтов. Баку, Тбилиси, Ереван, Вильнюс, Неоднократно Чечня. Он возвращался из очередной командировки домой, В родную Москву. За столом собирались близкие, Друзья пели любимые песни. С афганской войны родилась традиция Третий тост пить не чокаясь В память о павших боевых друзьях. Полковник Савельев перед третьим тостом Перечислял не только родных, близких и друзей, Но и всех отечественных героев, Начиная с Александра Невского. Для него они тоже были боевыми друзьями. Внимание, группа! Всем группам шторм! Неординарное мышление, Молниеносная реакция, Способность мгновенно схватывать суть дела И доступность, Простота в общении, Сила и бескорыстие, Неприятие лжи, Лести, трусости. Таков был Анатолий Савельев. Он никогда не стремился к стяжательству, А он, наоборот, готов был всегда последнюю рубашку Уступить тому, кому она нужнее. Вот это главный смысл был в его жизни. Для каждого офицера Альфы высшая ценность – жизнь заложника. Ради ее спасения Альфовцы рисковали собственной жизнью Во многих контртеррористических операциях. 1996 год – Буденовск. Освобождение захваченного бандой Басаева родильного дома. 2003 год – Москва. Театральный центр на Дубровке. 2004 год – Беслан. При освобождении школы, захваченной бандитами, Спасая детей, закрывая их собою, Погибли десять офицеров Альфы и Вымбела. Среди них были и воспитанники Героя России полковника Савельева. Он учил их умело воевать, ценить и беречь жизнь. Воспитывал храбрость, мужество, силу духа. Для него главное было – это государево служба, это главное предназначение. Он не винался ни за чем. На Николоархангельском кладбище Москвы есть участок земли, где покоятся погибшие герои спецназа. Среди боевых друзей и Героя России полковник Савельев. Однажды, после того, как Альфа освобождала заложников из захваченного бандой Басаева родильного дома в Буденновске, жена Анатолия Николаевича, Наталья Михайловна, взмолилась. «Толя, уходи из Альфы. Я больше не могу. У меня нет сил переживать за тебя». Вместо ответа он взял ее и младшую дочь на похороны погибших при освобождении заложников ребят, его подчиненных, а потом спокойно сказал, «Я не могу от них уйти». Он не мог предать память павших, не мог бросить живых. И жизнь, и гибель Героя России Анатолия Савельева можно описать словами Евангелия. Нет больше той любви, как если кто положит душу за други своя. У песни любимой припев не допел, За други своя подумать успел. Шагнул, разрывая петлю бытия, За други своя, за други своя, За други своя, за други своя. И в этом смертельном священном бою Погиб за всех нас, за Россию мою, За Россию мою. Вокруг третий рим, леса и поля, Вокруг словно нимб, родная земля. До боли, до крика, до самых корней Остался навеки с Россией моей, Скажи, новый век, за что ж умирать? За други своя, да за родину мать, За жизнь, за любовь, за весенний разлив, За память, за боль, что в сердце храним, Что в сердце храним. Ну что же, Россия, пора нам с тобой В тот самый последний решительный бой И шагнём разрывая петлю бытия За други своя, за други своя, За други своя. Не играют нынче в героев дети, Не подражает героям молодёжь. По данным социологических опросов, За последние годы количество сограждан, Считающих для себя необходимыми Такие качества, как честность, Упало в пять раз. Доброта – в шесть раз. Бескорыстие – в восемь раз. Скажи, пожалуйста, в наше время есть герои? Возможно, есть, только я их пока ещё не видел. Мне кажется, есть всё-таки, Они должны быть в любое время. В наше время есть тоже герои, Просто мало людей знают о них. Как-то более чёрстные стали все. Время поменялось. Будет война. Наверное, найдутся ещё один. Ну что же. А сейчас все для себя думают, Да. Для других кому ещё надо. Герои – тот, кто защищал Россию. Я понял. А сейчас есть такие? Нету сейчас. Герои есть во все времена. И наше время не исключение. Сейчас принято всё хорошее и всё доброе, а плевать. Любого милиционера, любого солдата у нас выставляют, Как какое-то пьяное быдло, Которое, кроме того, как занимается дедовщиной Или берёт взятки, ничего не делает. На самом деле же это не так. Люди просто кладут свои жизни тихо и незаметно на алтарь Отечества. Я думаю, героев нашего времени достаточно. Сейчас не то время. Сейчас как бы другие люди вообще по-другому всё. Героев нету. Сейчас нет героев. Потому что раньше были герои, защищали. Сейчас каждый бой сам за себя, а не за Россию. Сегодня это очень распространённое мнение. Для многих сограждан материальные блага стали единственным смыслом жизни. И трудно бывает поверить в то, что есть ещё люди, живущие не ради денег и собственных удовольствий. Как не поверили в это однажды и подвыпившие подростки, Увидев в московском метро усталого человека в генеральской форме. «Эй, дядя, на какой барахулке ты штаны с лампасами прикупил?» Хохотали парни, тянули руки к наградным колодкам и погонам генерала. Да и как поверить, если так часто мы слышим, Что продаётся и покупается не только форма, но и звания, должности, награды. Но в тот раз молодые люди ошиблись. Генерал оказался настоящим, самым, что ни на есть, боевым. Это был герой России, заслуженный военный лётчик-снайпер Тимур Автандилович Апакидзе. Человек уникальной силы характера и столь же уникального, Несвойственного нашему времени бескорыстия. За 20 лет честной службы не нажил генерал майора Апакидзе Ни особняка, ни даже личного автомобиля. И будучи заместителем командующего морской авиации всей страны, Ютился с семьёй в обычном московском общежитии, Куда и ехал на метро со службы в штабе флота. Большой силы воли стоило ему, к тому же классному каратисту, Не применить несколько приёмов каратэ к тем, Чью свободу и независимость он защищает в рядах российской армии. Говорит герой России Тимур Апакидзе. Наполеон-то ведь он умный человек был. По-моему, он сказал, что если стадо баранов возглавляемое львом, Всегда побьёт стадо львов во главе которого баран. И поэтому, почему вот такую роль выделяют в авиации всех стран мира Значение вот этим асам, так называемым. Потому что они не только основное количество сбитых самолётов И потопленных кораблей приносят своим, так сказать, государству Или своим вооруженным силам. Но они ещё формируют мировоззрение, идеологию. Они являются лидерами. И за ними идёт основной костяк лётного состава. Тимур Апакидзе родился в 1954 году в Тбилиси. Отец грузин, мама русская. Детство Тимура прошло в Ленинграде. Мечта посвятить себя морю и небу появилась в юности, В годы учёбы в Нахимовском военно-морском училище. Получив морскую, а затем лётную военную специальность, Тимур Апакидзе становится первым военным лётчиком Советского Союза, Посадившим самолёт-истребитель на палубу авианосца. В 1986 году по окончании Военно-морской академии Тимур Апакидзе назначается командиром сотого Корабельного истребительного авиационного полка в Крыму. Вскоре становится его неформальным лидером, Начинает готовить молодых лётчиков к полётам с палубы авианосца На специально построенном крымском полигоне-тренажёре. Говорит Тимур Апакидзе. На этом полигоне можно с достаточной степенью безопасности Подготовить лётчики по корабельной программе. Потому что ошибка в технике пилотирования здесь, на этом полигоне, Недолёт-перелёт, он не кончается лётным происшествием. На корабле любая ошибка – это смерть. Не долетел, врезался в кормовой средств, гибнет. Перелетел, упал в море – тоже гибнет. В 1991 году был разрушен Советский Союз. Крымская область, а вместе с ней аэродром, полигон-тренажёр И сам военный гарнизон становятся территорией другого государства – Украины. Тимур Апакидзе – лучшему лётчику и признанному лидеру авиаполка Украинские власти предлагают солидную должность, Хорошие деньги в своих вооружённых силах. Условие одно – присяга на верность Украине. Да и Грузия, вспомнив, что в жилах Тимура течёт грузинская кровь, сулит пост главнокомандующего своими военно-воздушными силами. Но Тимур не ищет собственной выгоды. Отказавшись от всех тёплых местечек, он выбирает Россию. Три безумца поделили великое государство, которое называлось Советским Союзом, и обрекли своих соотечественников, то есть нас с вами, на страдания, которым сегодня не видно и конца. Меня пригласил мой командир и сказал, говорит, Тимур, есть ещё одно обстоятельство, которое ты должен обязательно знать. Каждый офицер от командира полка и выше должен ответить при собеседовании перед назначением на должность на один непростой вопрос – будешь с Россией воевать или не будешь, если потребует интереса Украины. «Воевать против страны, которая меня вырастила и дала крылья, значит стать предателем. На верность Родине дважды не присягают», – сказал тогда Тимур. Командование морской авиации России переводит Тимура и его однополчан, отказавшихся перейти на службу украинской власти, на Северный флот. Мы летели на Северный флот. Все до одного шли с понижением должности. Для некоторых должностей вообще не было. Север встретил своих верных сыновей бытовой неустроенностью, безденежьем, нехваткой топлива и самолётов. Не успели они толком обжиться, как от правительства поступило ультиматум. Если эскадрилья истребителей в течение полугода не сядет на палубу авианосца адмирал флота Кузнецов, то последний российский авианесущий крейсер будет продан за рубеж, а эскадрилья расформирована. И никого не интересовало, что молодые лётчики, ушедшие из Крыма на Север, были недостаточно подготовлены, что единственный полигон-тренажёр, на котором они могли научиться, остался в Крыму. А ведь посадка на авианосец на истребителе смертельно опасна. В огромном океане, с высоты, корабль подобен маленькому спичечному коробку. За секунды надо сбросить скорость с 300 км в час до нуля и посадить на палубу многотонный самолёт в 3-4 метрах от края полосы, палубной надстройки и других самолётов. Это по силам только лётчику-асу. Не зря морская авиация считается во всём мире лётной элитой. И всё же Тимур Апакидзе сделал то, что считалось невозможным. Под его руководством все лётчики эскадрильи истребителей за полгода освоили полёты с палубы авианосца. Сам посадивший истребитель на палубу Кузнецова 236 раз, Тимур был примером мужества, героизма, профессионального мастерства. Да и просто отцом командира. Любил и берёг людей. За время обучения, испытания и освоения новой авиационной техники по сути в экстремальных условиях не погиб ни один его подчинённый. Когда на авианосце появилось стабильное авиакрыло, корабль вышел в свой первый военный поход. За мужество и героизм Тимур Апакидзе получает высшую награду Родины – золотую звезду героя России. А спасённый авианосец и по сей день единственный в нашей стране украшает поредевший за годы реформ российский флот. Эскадрилья истребителей находится в боевой готовности и защищает мирное небо России. Я хочу сказать, что несмотря на то, что мы поделились, нас поделили точнее, нам поделить нечего. Для всего другого земного шара, от Мордвина до Грузина, мы все остались русскими. Поэтому предлагаю выпить за нашу великую Родину, которая сначала называлась Россия, потом Советский Союз. А теперь разозраны на 16 государств независимых. Но тем не менее, это наша Родина. За неё, за великую Россию. В июле 2001 года при выполнении полётного задания в городе Остров Псковской области Тимура Пакидзе погиб. Его земная жизнь длилась всего 47 лет, но прожил он их красиво и ярко. На обелиске Тимура высечены слова, которые он часто повторял. Умереть за то, что любишь, не трагедия. Я думаю, что не всё так у нас плохо. Встанем мы с коленок и будем ещё... Я почему-то уверен, что вообще нашему государству принадлежит лидирующее положение в следующем веке. Не только в армии, а в целом. И в духовном отношении, и в нравственном. Они нас, наверное, поэтому и боятся. Ведь Россию всегда все века боялись. И не только за непредсказуемость. Они боялись и духовного потенциала, нашего нравственных, моральных устоев, силы, духа. Наш человек, у него потенциальные возможности безграничны. Я хочу сказать, что ни один американский лётчик, в тех условиях, в которых эксплуатируется Кузнецов, при всей их любви к их флагу и Америке, наверное, работать бы не смогли. Я знаю, что американ Кофа не попил кофе. Как-то у него боевые возможности резко снижаются. А нашего можно не кормить, может быть, не бритый, не мытый. Залетит и победит. Я не хочу сказать, что это хорошо, но это есть. Поистине, Родина наша, колыбель героев, огненный горн, где плавятся простые души, становясь крепкими, как алмаз и сталь. Мы были русскими, когда вставали насмерть, как солдаты, герои наши города. Мы были русскими когда-то, широко скулы и смуглы, и русы с синими глазами. Мы были русские орлы, был Бог единый вместе с нами. Мы были русские орлы, был Бог единый с нами. Когда коней поили вслась водой из сены, как из Волги, когда за честь и веру пасть святым и братским было долгом, не уступив родной земли под нашим синим небосадом, мы от Отечества вдали прошли под знаменем свободы. Мы были русскими когда железо плавилось и камни, когда единая беда, как очищающая кара, прогнила души и сердца, соединяла наши силы. Мы присягали до конца одной единственной России, мы присягали до конца России. Настало время вспомнить все и на развалинах державы построить новую страну. Для новой чести, новой славы мы станем русскими, когда соединятся наши силы. Будем жить не для себя, а для величия России, И будем жить не для себя, а для величия России. История народов и государств складывается из порою неприметных страничек человеческих жизней. Судьба нашего современника Евгения Родионова сложилась так, что его личный выбор между предательством и верностью, между подлостью и честью стал выбором между жизнью и смертью, говорит мама Евгения Любовь Васильевна Родионова. «В могиле Жени стоит огромный крест, и на нем написаны замечательные слова. Здесь лежит русский солдат, защищавший Отечество и не отрекшись от Христа. И это настолько правда, что и Отечество защищало, и от веры не отрекся». Женя Родионов родился в 1977 году. Детство и юность его прошли в обыкновенном подмосковном поселке и ничем не выделялись из судеб миллионов его ровесников. Семья, детский сад, школа, друзья. Самый обычный парень. Веселый и добрый, он неплохо играл на гитаре, занимался спортом, греко-римской борьбой, писал трогательные стихи, в большинстве своем посвященные маме, носил нательный крестик, иногда ходил в православный храм, любил рисовать. На рисунках его всегда была русская природа, небо, поле, лес, река. Аккуратный и ответственный, спокойный и задумчивый. Он мечтал стать поваром, любил доставлять людям радость. Но вместе с тем какая-то несвойственная возрасту взрослость, верность и надежность были в нем. Что стояло перед его мысленным взором, что видел он в своем будущем? Мужчина, приходя в этот мир, должен идти и защищать его. А он был мужчиной. И отец его, и все родственники, и все друзья, все служили в армии. Его призвали в армию в июне 1995 года. Служить он попал в пограничный спецназ и очень этим гордился. Через полгода, освоив в учебке курс молодого бойца, в числе других трехсот солдат этой части, дал согласие на командировку в Чечню. А матери сказал, не волнуйся, ведь кто-то же должен служить и там. Зато я вернусь на полгода раньше. Он прослужил там всего месяц. В ночь с 13 на 14 февраля заступили в наряд на границе между Чечней и Ингушетией четверо. Младший сержант Андрей Трусов, рядовой Игорь Яковлев, рядовой Александр Железнов, рядовой Евгений Родионов. Они должны были проверять проезжающие машины, не допускать правоз оружия, наркотиков, пленных российских воинов. Поздно ночью подъехала к шлагбауму машина скорой помощи с красным крестом на борту. Когда солдаты подошли ее проверить, оттуда внезапно выскочила дюжина вооруженных до зубов бандитов. Короткая схватка была неравной. Пограничников затолкали в машину и увезли в Чечню. Их плен продолжался ровно сто дней. Сто дней и сто ночей. Голода и холода, унижения и пыток. Стены подвала бывшего пионерского лагеря, где держали пленников, до сих пор хранят кровавые следы. Боевики кричали мне, что ты вырастила убийцу, борзого сына. У него был выбор. Он не любил тебя. Если бы он тебя любил, он бы принял все наши условия. То есть сменил веру, стал нашим братом. Воевал против, как они говорили, федералов. А потом, когда закончится война, он бы вернулся к тебе домой. Не было рядом с Жей и его товарищами ни командиров, ни взрослых людей, ни матерей. Но ребята сделали свой выбор. Они не вскинули руку в чужом приветствии. Не крикнули Аллах Акбар. Не взяли в руки оружие из рук боевиков и не стали стрелять в своих таких же ребят, с кем вместе ходили в наряд. Курили одну папиросу на несколько человек, ели кашу с одного котелка, делились новостями из дома, поддерживали друг друга все эти страшные сто дней и ночей. Говорят, что бывают ситуации, в которых у человека нет выбора. Это не так. Ежедневно, ежечасно каждый из нас делает тот или иной выбор. Был выбор и у этого парня. Он очень хотел жить и не видел ничего особенного в том, какая цена его праву на жизнь. Он предал веру предков, изменил присяги и стал стрелять в своих. Да, мусульмане. Да, мусульмане. Иначе сегодня мой науки есть. Ты будешь его братом. Да. Нашим братом. Нашим братом. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! 23 мая 1996 года наступил сотый день плена, совпавший с днем рождения Жени Родионова. Вряд ли было случайностью, что именно тогда бандиты решили убить пленников. На глазах у Жени уже погибли его товарищи, и он в который раз услышал. Сними крест, отрекись от своей веры и воюй за нас, и будешь жить, есть и пить в волю. Что чувствовал Женя в ту минуту? О чем думал? Этого мы никогда не узнаем. Знаем только, что не предал он ни воинский долг, ни православную веру. Своим мужеством, честностью он и его товарищи Андрей, Игорь и Александр словно завещали нам, живущим. Будьте стойки, не проливайте слез. Нас замучили до смерти, но дух осломить не смогли. Мы погибли, но погибая победили. На закате солнца бандиты заживо отрезали Жене Родионову голову. В тот день ему исполнилось 19 лет. Женя всегда был гордым парнем. Когда-то мы с ним читали рассказ. Я не помню даже, кто автор. Просто там мальчик, давший честное слово, стоял всю ночь в парке. Он не мог уйти, он слово дал. Женя зря обещаний никогда не давал. Но если он давал слово, он всегда его держал. Может быть, за это его и уважали все. Он не нарушил по солдатской присяге. Он никого не предал, ни друзей, ни мать, ни страну свою. Великий русский полководец Михаил Илларионович Кутузов говорил так. «Если россы всегда будут сражаться за веру предков и честь народную, то слава будет их вечным спутником и горе-злодею, покусившемуся на хранимую Богом Русь святую». Кавалеры Ордена Мужества Евгений Родионов и его однополчане погибли именно за веру предков и за честь народную. И слава стала их вечным спутником. О подвиге четырех простых солдат знают люди по всему белу свету, о нем слагают стихи и песни, пишут книги и картины, снимают кинофильмы. В честь Евгения Родионова проводятся спортивные состязания и вручаются призы на кинофестивалях. Его имя носят детские и юношеские организации России и зарубежья. Множество икон его образа написано в России и за ее пределами. В Алтайском крае руками солдат-пограничников построен воинский свято-евгеньевский храм, а в Сербии и Черногории Женю называют как святого Евгений Русский. Спустя десять лет после убийства Евгения и его товарищей, на том месте, где пролилась их кровь, мусульмане, жители села Бамут воздвигли православный крест. Похоронен Женя Родионов на тихом сельском кладбище Сатино-Русское, Подольского района Московской области, на высоком берегу реки. Поклониться ему приезжают самые разные люди со всех уголков России и из-за рубежа. Бывает много детей. И кажется, именно здесь они дают неслышную клятву на верность Родине. Однажды приехавший с Урала ветеран Великой Отечественной войны в знак уважения к подвигу Жени положил на могильную плиту свою боевую медаль за отвагу. А недавно, специально для того, чтобы посетить могилу Народного солдатского святого, прилетел из Великобритании войсковой священник, капеллан английской армии. «На примере подвига вашего сына я буду воспитывать английских солдат», сказал он Жениной матери. Ведь в нашей армии таких героев, как Женя, нет. «Налетали на кресты черные вороны, расползались по Руси лютых вороги. Собирался на бой Братья великая, И стоял по всей земле Клач поит вены И летела по Руси Только Господи спаси Только Господи спаси И прости Воевать, так воевать Твоя воля Помирать Только Господи спаси И прости Уходили по поход Православные За святую Русь За долюшку славную И сражались они Силой вражей Силой темною Проклятою Лютою И летела по Руси Только Господи спаси Только Господи спаси И прости Воевать, так воевать Твоя воля Помирать Только Господи спаси И прости Не случилось А в бою Велика беда Захватили Захватили Блед бойца По беспомятстве И пытали же его Быкой лютою Все хотели Чтобы с того И лутою Но летела по Руси Только Господи спаси Только Господи спаси И прости Воевать, так воевать Твоя воля Помирать Только Господи спаси И прости Он пощады не просил Перед городом На коленях не стоял И не каялся Все молчал Аж до крови Запустил Богу Там же молча Приняем Бог Богу Смерт Уйду Полетела по Руси Только Господи спаси Только Господи спаси И прости Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да и охотников до бескрайних просторов и несметных богатств нашей России тоже хватает. А потому защищать родную землю, волю, право распоряжаться собственной судьбой, да и само право на жизнь нам еще предстоит. Рано или поздно перед каждым из нас с неизбежностью встанет выбор – осознать себя неотъемлемой частицей Родины и народа или уйти в сторону, отгородиться в своем личном индивидуальном мире и равнодушно взирать на судьбы Отечества. Что же нужно для того, чтобы в сердцах сограждан не исчезло чувство Родины? Вспомнить свою историю еще раз. Историю великого государства, чтобы у каждого человека проснулось чувство гордости и любви к Родине. Правительство улучшит воспитывать людей с самого рождения. Посмотреть немножко дальше себя, своих шкурных интересов и немножко задуматься, для чего и зачем ты живешь. Тогда, мне кажется, все встанет на свои места. Господь, Он устроит и поставит тебя именно в то место и в те условия, на которых ты сможешь послужить Отечеству. Люди забывают о любви к Родине. Мы вообще реже стали слышать слово Родина, наша Россия. Но, тем не менее, это земля наших предков, которую они защищали, за которую они воевали. Я считаю, что долг потомков, то есть наш, тоже любить эту Родину и защищать эту землю. Для меня это деньги как бы не главное. Если нужно что-то сделать хорошее, я могу себе ущерб сделать это. На мой взгляд, самое главное, это прежде всего, чтобы люди были честнее. Потому что, мне кажется, самое ужасное, то, что портит нашу страну на уровне других стран, это вот такое... Ну, то, что каждый человек для себя старается прежде всего. Корроруцию. Да, 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 вот такое. Мне кажется, людям надо просто быть честнее. Чтобы все у нас было хорошо, чтобы старшие оберегали маленьких, чтобы мы заботились о пенсионерах, чтобы люди любили друг друга и уважали, и побольше доброты, наверное, было у нас. В последнее время можно часто услышать. Главное достояние России – ее природные ресурсы. Нет. Главное достояние – наш народ, способный в самых невыносимых условиях являть примеры героизма и силы духа. Велика Россия, много в ней национальностей, народностей, и каждая уникальна, самобытна и неповторима. Но при всех различиях объединяет нас в единую страну чувство Родины, общая судьба, общая история, герои нашего Отечества, которые любили Россию, служили России, боролись за самое лучшее, что есть в человеке – доброту, честь, совесть, веру, достоинство, жажду правды. Мне бы хотелось поднять именно, не думать не о финансах, чтобы Россия была в финансовом плане богата, а чтобы духовно была богата. Потому что у нас были такие предки, и сейчас это забывается, и нам не хватает духовного возрождения нашей России. Великий русский полководец Александр Васильевич Суворов говорил «Жизнь отдай Отечеству, честь никому». Пусть это золотое правило Суворова станет путеводной звездой для каждого из нас, а короткая фраза «Честь имею» – жизненным принципам. И тогда страна наша станет сильной и могучей, доброй и справедливой, достойной и уважаемой державой. Народам России есть что помнить, есть кем и чем гордиться. «Героическая история Отечества, наша слава и наши победы – это не отжившее прошлое, а то бесценное наследство, которое благодарно принимают и будут нести по жизни дети и внуки героев, герои будущего времени». Песня «Россия, любимая моя, родные березки-то поляки, дорога ты для ватроса, родная русская земля». Песня «Россия» Говорил детский дед мне такие слова, Жизнь я прожил и стала седой голова. Лишь Отечество дал я жизнь одному, Только честь, только честь никому. Честь имею, и ее не продаю Честь имею, в мирной жизни и в бою Честь имею, на веках будет наша Россия крепка И отец подхватил тот суворовский клич Верь, надейся, люби, и не трусь, и не хныч Веру Богу отдай, на всю жизнь одному Только честь, только честь никому Честь имею, и ее не продаю Честь имею, в мирной жизни и в бою Честь имею, на веках будет наша Россия крепка Мозгла, приласкала, промолвила мать Если в сердце любовь, то в душе благодарь Сердце чувству любви, ты отдай одному Только честь, только честь никому Честь имею, и ее не продаю Честь имею, в мирной жизни и в бою Честь имею, на веках будет наша Россия крепка 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 Честь имею, на веках будет наша Россия крепка